Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в передаче Наталья Соболева «Модель. Парапсихолог». Здравствуйте! Здравствуйте! Вы парапсихолог. Что это такое? Парапсихолог. Попробуй объяснить на понятном языке. Просто психолог – это человек, который работает, общается, помогает найти проблемы и вытаскивает их из вас. И вы сами понимаете, что и как. Парапсихологи – это когда он делает то же самое, но еще и с помощью энергии восстанавливает вас и дает вам ресурсное состояние, чтобы вы могли решить все свои проблемы. Что значит с помощью энергии? Для кого-то, может быть, это еще и нужно доказывать. У меня вопрос с этим решен давно. Есть высшие силы, есть энергии, есть энергия любви, есть у человека помимо физического тела тонкие тела, есть энергетические центры. И вот если здесь какие-то есть сложности, а это практически у всех бывает, то мы работаем как раз с тонкими телами, энергетическим на тонком плане. Вы сказали, что для вас это все давно доказано. Как вы это доказали для себя? Это очень такой тонкий вопрос. Он больше относится, наверное, к религии, а я предпочитаю вопросы религии не обсуждать, потому что здесь у каждого свое видение. Просто для меня понимание высшей силы, вселенной, мир, пространства, оно есть, и для меня это доказано. То есть моя вера, она есть вера. Но я никому ничего другому не доказываю, потому что каждый человек имеет право на свободу и на свободу мыслей тоже. Как работает сеанс парапсихологии? То есть если психолог с вами непосредственно разговаривает и в конечном итоге, как вы сказали, человек, у него что-то щелкает, он все понимает и уходит, то как работает парапсихология? Парапсихология. Ну вот, допустим, мы с вами беседуем, вы пришли ко мне на консультацию, на встречу. Мы начинаем разговаривать, и я, общаясь с вами, как бы накрываю вас своим полем, потому что моя энергетическая частота, вибрационная частота, она очень высокая, потому что мне это необходимо для работы. И пока вы находитесь в этом поле вместе со мной, у вас очень часто могут приходить какие-то мысли, ответы на вопросы, решения. То есть все, что мы с вами обсуждаем, вы начинаете понимать, что происходит, из-за чего, почему и к чему это может привести, и что делать. Вот примерно так. Ну такая магия волшебства. Ну вот как раз таки, да, магия волшебства, но магия это ведь скорее... Я называю это магией, на самом деле это не магия, это те знания, которые не все обладают этими знаниями, вот. И просто для многих людей это кажется магией, на самом деле это не магия, а это просто тонкий план. Вот представьте себе, вы идете куда-то, и низкое что-то, и вы пока подходите, нагибаетесь и проходите, не ударяетесь физическим телом. Вы думаете, что вы же это почувствовали как-то? Чем вы почувствуете? Есть эфирное тело, это второе тело у человека, вот этим эфирным телом вы почувствовали, и вы прошли. То есть, ну это же не требуется доказывать как-то. Вы думаете, я интуитивно прошел, но интуиция это что? Это что-то ведь тоже неосезаемое, и это тоже есть. Но для парапсихологии необходимы и базовые знания психологии, правильно? Ну если хорошо помогать людям, то конечно. Ну база у меня есть, и это образование кризисного психолога. Ну почему именно парапсихология? Почему такое направление? Парапсихология, потому что это самый быстрый и результативный способ при работе с энергиями помочь другому человеку. Одними разговорами, ну не поможешь. Но если человеку плохо, он все умом понимает, а сделать ничего не может. Ну сколько ни разговаривай, ну не будет результата. И тут нужно подключать уже другие знания и другие умения, которые недели две человека можно вывести из практически любого кризиса в состоянии. Я за скорость. Ну то есть смотрите, давайте да, вот как раз немножко по скорости. То есть насколько это быстрее вы говорите за неделю-две, то есть давайте сравним. Насколько быстрее? Да, то есть какой-нибудь обычный сеанс психологии с психологом и с парапсихологом. У меня клиентка, ну вот буквально пример вот вчерашнего дня, мы с ней начали общаться, работать, не работать, диагностироваться даже, консультировать, консультировала я ее. Она ходит к психологу с января, сменила трех специалистов. За один сеанс мы с ней разобрали все вопросы, она говорит, я не понимаю, зачем я тратила уже больше полугода на хождение. Я говорю, я не знаю. То есть за один сеанс, за два часа мы разобрали все проблемы, выбрали вектор, направление, и у нее уже начались изменения. Ну вот примерно так. Эзотерика все-таки такая, я позволю себе это слово эзотерика. Ну да, это можно сказать эзотерика. Эзотерика это связано с энергией. Эзотерика это довольно-таки слово, к которому некоторые относятся скептицизмом. И нужно ли верить в эзотерику, чтобы идти на сеанс к парапсихологу? Или может произойти наоборот, что ты попадаешь на сеанс к парапсихологу, который говорит тебе, ну давай попробуем? Когда вы попадаете на сеанс к парапсихологу, ко мне в частности, вы уже, вам все равно верите, вы не верите. Вам настолько плохо, что вам вообще все равно, эзотерика это или еще что-то. А если говорить о вере в эзотерику, да можете и не верить. Если вам нужна помощь, вы идете за помощью. Вы же не думаете, верите в какие-то таблетки или препараты. Вы идете, потому что вам нужно, чтобы вам помогли. Здесь примерно то же самое, просто мы помогаем не физическому телу, а начинаем мы помогать душе сначала. Но вы сказали, что по сути это идет как такая аура, энергия, которая и человека, с которым вы общаетесь, накрывает. Это именно, ну это по сути такая же беседа или используется что-то еще, то есть там допустим какие-то аромасвечи и так далее. Как это работает? Нет, с бубном мы не ходим. Как работает? Я могу сказать за свой метод. Я считаю его наиболее сейчас эффективным и действенным. Почему? Потому что он дает быстрый, качественный и долгосрочный результат. На консультации мы разбираем, правильно вы говорите, в беседе, разбираем, что происходит, как, но беседа, она получается более глубокая, и можно достать максимум из человека и понять запрос его. А вот потом начинается уже сама работа. А работа уже это когда на энергетическом, на тонком плане убираются все негативные моменты, прорабатываются страхи, блоки, перекосы какие-то. Я могу это научными терминами, но это будет сложно на слух. Целостность восстанавливается у человека. После того, как целостность восстановлена, вибрационная частота его высокая. Вибрационная частота, когда мы злимся, обижаемся, помним о чем-то плохом, это низкая частота. Когда мы добрые, когда мы счастливые, когда мы окружаем людей любовью, это высокая частота. Нужно человека привести вот в эту высокую частоту. После этого наполнить его необходимыми энергиями, ну и, собственно говоря, он готов жить дальше и быть счастливым. Как ТО. Знаете, вот ТО у машины есть, а это ТО человек. Просто проблема, наверное, еще и в том, что всякие битвы экстрасенсов и так далее очень сильно пошатнули веру многих людей во все такое эзотерическое, психологическое. Бывало такое, что к вам приходили скептики, которые, наоборот, в конце переубеждались в обратном? Скептики все. Даже я скептик. Потому что пока я не увижу результат, я буду сомневаться. И я перепроверяю себя миллион раз. С кем я работаю, да, они приходят, я говорю, ну, значит, будем делать так-то, так-то. Вы можете почувствовать, ну, головокружение, тошноту, слабость и там еще определенные физические изменения. В это сначала, конечно, никто не верит, но я и не убеждаю. Ну, потом, когда звонят и говорят, когда это закончится, потому что это тяжелое состояние, я говорю, ну, ждем недельку, потому что это будет так. И сомнений потом ни у кого уже не возникает. Вы сказали, что у человека остается такое вот непонятное состояние, как головокружение, которое длится где-то неделю. Это какое-то, вы ему даете домашнее задание, которое он выполняет, у него все так, или его так меняют, именно беседы. Нет, я начинаю с ним работать. После консультации я даю план, что мы будем делать. Если человек говорит, да, я согласен, но мы двигаемся по этому плану, то я начинаю работать. Работаю я с его тонкими полями, с пространством, в общем, чиню его. И вот в момент начала починки, если в нем очень много негативных каких-то вещей, ему бывает физически плоховато. Он это чувствует на физическом уровне. Ну, недели, полторы. Ну, это головокружение, очень сильное состояние, расстройство желудка, головная боль. Примерно вот это. Ну, так нормально их подряхивать. Ну, вот смотрите, это проявляется непосредственно при работе с вами, или есть, допустим, какая-то вещь, какая-то техника, которую, допустим, я или наши зрители могут попробовать там как-то перенастроить себя? Нет, 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 это метод, которым я работаю, и которым я восстанавливаю человека. Сам человек это сделать не может, но он же не в ресурсе, если бы он это мог, а желательно, чтобы каждый человек мог сам себя восстанавливать. Ну, для этого нужно быть в хорошем состоянии и уметь это. После того, как мы работаем, я рассказываю, как это делать, и человек уже сам себя правит. То есть я к себе не привязываю. Задача человека восстановить, и чтобы была такая саморегуляция. Все получается обычно. Есть какие-то, как сказать, советы, может быть, методики по самоспасению, как себя держать постоянно в тонусе? В тонусе? Ну, в тонусе можно себя и не держать. Нужно быть постоянно в состоянии счастья и гармонии, баланс. Ощущение счастья и причины, которые вызывают счастье у человека у всех разные. Кому-то нужно одно, кому-то другое. Но вот это гармоничное состояние внутри, оно необходимо. То есть должно быть гармония между вашим умом, между вашим сердцем и между физическим восприятием всего, что в мире. Вот когда есть баланс, тогда вы счастливы, и все хорошо. Но чтобы этого достичь, нужно уметь строить реальность свою, которая за счет положительных эмоций должна выстраиваться, за счет положительных каких-то мыслей, за счет добра и чего-то теплого, что вы даете другим людям. Вообще сейчас, в новое время, очень важно отдавать от себя много и только потом брать. Раньше был материальный мир, сейчас более духовный. И люди делятся, те, кто больше материально уходит еще, и те, кто уже к духовному стремится. Идет такое большое разграничение. Я за то, чтобы больше идти в духовную сторону, потому что это совершенно другое качество жизни, это другой уровень. И вот в духовном нужно отдавать больше, и потом только вы получаете. Ну вот представьте, допустим, у нас какие-то переговоры серьезные, у какого-нибудь там строительный бизнес, допустим. Я прихожу на переговоры с целью и задачей сделать контракт максимально выгодный для вас. А вы приходите на эту встречу с целью сделать этот же контракт максимально выгодный для меня. Вы прекрасно понимаете, что результат этого контракта будет выгоден и мне, и вам, и это будут прекрасные отношения. Что у нас обычно происходит? На сделку приходит инвестор и хочет сделать максимально выгодным для себя. Другой максимально выгодным для себя. Что получается? Проблемы, конфликты, обман, ложь и невыгодны никому. Поэтому, я думаю, первый вариант гораздо эффективнее будет. Но до этого надо расти. То есть, по сути, самая такая простая рекомендация – это жить в гармонии, в добре с самим собой и делать добро для окружающих. Тогда не будет каких-то проблем, условно говоря? Если вы не живете в гармонии с собой, то это 100% проблемы и у вас, и у всех, кто вас окружает. То есть, без этого невозможно. Но восстановив свою гармонию, вам еще нужно окружение поменять или посмотреть. Я не говорю о том, что быть ко всем добрым, а кто-то вам какой-то негатив дает, и вы туда тоже. Не видите этого и что-то делаете постоянно доброе, а потом расстраиваетесь, почему вас обманули. Но думать надо всегда и фильтры тоже включать. Просто обычно у людей, которые понимают все законы Вселенной, их окружение, оно настолько хорошего, качественного уровня, что вот таких мелких моментов не возникает просто. Даже если что-то и возникает, это не проблемы, а уроки. За счет которых человек сам нарабатывает опыт и понимает, что ему делать дальше и как. Ну, это очень... Это другое понимание восприятия мира, мировоззрение другое. Но вообще оно должно быть измененным уже у всех, потому что, ну, пора бы. Мы говорим про законы Вселенной, какие это законы Вселенной. Это, ну, условно... Где трактат почитать? Да, да, да. Что за конституция, в которой прописаны основные моменты? Очень все просто. Многие люди любят усложнять, на самом деле все просто. Первый закон, важный самый, это каждый человек несет ответственность за все то, что он делает. Он имеет право принимать решения, делать действия, но за результаты он сам отвечает. Не надо ни на кого скидывать ответственности вину. Это первое. Второе, это закон не нарушай свободу человека, другого человека. Волю не нарушает. То есть нельзя ничего делать, если кто-то другой не хочет. Не помогать, не мешать, не менять. Еще есть такое правило, я его услышала на просторах Инстаграм, мне очень понравилось. Я его теперь применяю. Это называется правило музея. Что такое правило музея? Смотреть можно, менять нельзя. Мы с вами общаемся, я могу смотреть, беседовать, взаимодействовать с вами, но я не имею права вас менять. Точно так же, как и вы. Если вам не нравится что-то во мне, вы либо это не принимаете, отходите в сторону, либо вам важна я, и вы принимаете, и общаетесь со мной. Но мы не меняем другого человека. Изменения все можем только в себе делать. Ну вот это, наверное, самое главное правило. И напоследок, если выразить, наверное, самое главное правило может быть гармонии, держание себя в добром и позитивном настроении. Какое бы это было правило, какая это была бы задача? Самое главное это принимать самого себя, не сомневаться в себе и самого себя всегда поддерживать. Потому что чаще всего самый большой враг у себя же, мы сами оказываемся, мы себя часто обижаем, укоряем, критикуем, ругаем. Ну то есть относимся к себе очень-очень плохо. Вы посмотрите, насколько часто вы себя хвалите или насколько часто вы себя критикуете. Я думаю, вам будет понятно. Так нужно стать очень близким, самым лучшим другом для самого себя. Ну это залог успеха. Наталья, спасибо, что стали гостем нашей передачи. Спасибо вам большое. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин